Ну, это началось в 2013 году, по-моему, это конец лета был, может, август, месяц. И событие это было просто, я приехал и нашел ребят, которые что-то делали. То есть ты приехал и все началось? Показал, вернее, им техники какие-то, другой взгляд на борьбу как-то поглубже. В общем, последним приемом было движение, когда у нападающего отнимали нож и через спину втокали ему в сердце. Здрасте, здрасте, как говорит один небезызвестный боец ММА. В общем, нарисовалась новая командировочка от BG Freaks, вот, правда, как обычно, за свой счет. И в этот раз это не Бразилия, к сожалению, не Европа и даже не Белоруссия. Сегодня я отправляюсь из Москвы, чтобы проехать по нашей необъятной родине в рамках нашего нового исторического проекта пообщаться с людьми в регионах, выяснить историю джиу-джитсу в регионах, обсудить перспективы развития в каждом регионе. Пообщаюсь с разными тренерами, прохожу по разным залам. Я думаю, получится интересно. Доехал до Казани. Ждите новостей. Привет, Денис, привет. Ты самый старший пояс в БЖЖ в регионе. Знаешь ли это дольше всех в этом виде спорта в Казани? И в Казани БЖЖ буквально развивалось на твоих глазах. Ну, можно сказать частично, что так, потому что, когда я приехал, я, вообще, маленькая предыстория, я сам Казанский родился, вырос в Казани, и в какое-то время, в какой-то период я жил в Москве, переехал туда, там, собственно, я начал заниматься. А до моего переезда я пытался найти секцию, и все, что я нашел, это была секция традиционного джи-джитсу, что оказалось совсем не то, чего я ожидал. И на первой тренировке, которую я посетил, чтобы посмотреть, там была разношерстная публика. В общем, последним приемом, после которого я, собственно, ушел, было движение, когда у нападающего отнимали нож и через спину втыкали ему в сердце. Вот, я, в общем, решил, что это не совсем то, что я еще. Я расстроился, ушел. А когда переехал в Москву, появилась возможность ходить, я начал ходить там, тренироваться. И впоследствии, вернувшись в Казань, уже надо было, желание уже было, уже я на тот момент, по-моему, синий поезд был. А тренироваться было негде, вот поэтому пришлось искать группу ребят, которые были бы готовы тренироваться или тренировались. Я нашел таких ребят, они занимались сначала, изначально они просто что-то типа бойцовского клуба было. Они там снимали зал и просто рубились. Вот, в итоге решили, что это не очень рационально и перешли плавно на борьбу. Вот, и я к ним присоединился, было, по-моему, у нас человека четыре тогда было. Вот, с тех пор началось. Вот, но на тот момент я не знал, что есть ли в городе другие секции. Как потом выяснилось, было подобие какое-то, вернее, даже не подобие, была секция по джиу-джитсу Неваза, так скажем. Вот, но акцент у них был на, больше на дзюдо. Вот, и, да, вот, по сути, наверное, вот эти две секции. Но я думаю, что именно у бразильского джиу-джитсуа начальники были именно вот мы, мы начали секцию здесь. Вот вопрос, в каком году впервые вам завезли бажуже, но судя по предыстории, получается, что ты в каком-то смысле сам его привез. То есть не было такого, что вы там, как в некоторых городах бывают, люди занимаются дзюдо, там, ну, самбо, там, еще какой-то бортвой. Потом мимо приезжает кто-то или кто-то вернулся из командировки и говорит, ну, блин, ребята, есть классная штука, вот, давайте попробуем. То есть ты приехал из Москвы и, ребята, давайте попробуем, ты его и завез тогда, получается. Ну, на самом деле так и было, как ты сказал, просто я забыл момент, я первый период я приезжал наездом, собственно, я же, у меня дом-то здесь, вот. Вот я приезжал наездами и хотел где-то тренироваться, вот, и с этого началось. То есть были ребята, я приезжал, я их тренировал, когда я уезжал, они тренировались без меня, постепенно-постепенно. А потом, когда я уже приехал, то вот все, полетело, побежало. То есть ты миссионер казанского джинджа-професса? Ну, отчасти, можно так сказать, да. Класс. Окей, следующий вопрос. Как вы воспринимали этот новый вид, как единоборство, это какое-то бестолковое полотерство, как у нас говорят в Москве? Ну, на самом деле, опять же, вот, возвращаясь к началу истории моей, да, эти ребята уже примерно знали про джиу-джитсу, они смотрели какие-то ролики, которых тогда было не так много, пытались что-то сами делать, вот. То есть, в принципе, уже понимание было, что это такое, с чем это едят. Я лишь дал вот возможности, показал, вернее, им техники какие-то, другой взгляд на борьбу как-то поглубже. Вот, то есть, в принципе, все, кто приходит, большинство тех, кто приходил в то время, в начале, они примерно знали, что это. Вот, но в процессе уже, когда команда становилась большой, уже появлялись какая-то медийная, в социальных сетях активность, мы, к нам приходили разные люди. Те, кто знал, что это такое, те, кто вообще не понимал, что это такое. Те, кто еще искал удары, схватки, фулл контакт и так далее. То есть, не было такого, знаешь, Леха как-то рассказывает, к нему приходит человек на тренировку, на пробную, а потом такой, а когда бить-то уже начнем. Да-да-да, было-было. Такие истории тоже были. Всю тренировку человек отзаневался, ты такой, а, типа, ударяться-то будем? Да-да-да. Такого не было, да? Было-было. А, было. Ну, в смысле, я имею в виду, когда начиналась, все группа, которая начинала, понимала, о чем речь, не надо было доносить, объяснять. Да, вначале, потому что в основном мы росли за счет, за счет, как бы, из уст-уста вот эта вот молва шла такая, что вот есть секция, и когда люди приходили, они знали, на что идут. Вот, а потом уже ты начинаешь вести какую-то в социальных сетях активность, уже как-то пиаришь, люди смотрят, ага, бразильская рюджица, ага, фотография, а что там делать, непонятно. Ну, вот, приходят и ищут что-то свое. Прикольно. Так, новое следующее. Какие секции были первыми, насколько они были популярными, кто был первым потребителем, да, то есть это были ботаники без опыта спорта, или это были единоборцы с опытом, там, всех мастей? Классный вопрос, прям, можно было тестовые варианты ответов, и мой бы ответ четко, твой, вернее, вариант бы четко вписался в мой ответ. Да, действительно, у нас первая группа была небольшая, это ребята, отчасти ботаники, не имеющие ничего общего со спортом. Там, по-моему, четыре человека, вот, один, ну, я не буду профессией называться, один медик, стоматолог, другой, по-моему, айтишник был, еще что-то. Ну, в общем, люди, не занимавшиеся единоборствами, как таковым, без опыта в единоборствах, они просто решили, что им интересно было бы самостоятельно, как-то что-то типа бойцовского клуба устроить. Ну, и с тех пор, они в какой-то момент переключились на борьбу, и с тех пор занимались вместе уже. Смотри, я, ну, это начало было, ребята, которые, ну, как тоже часто бывает, ну, я сам лично занимался худо перед БЖ, то есть я 7 лет занимался худо, мы чуть-чуть боролись, в основном били, а потом, блин, борьба прикольная, и я потихоньку ушел вообще, там, Даша, я знаю, в Москве есть девочка тоже, на коричневом поиске Кудо сейчас только БЖ занимается, то есть есть люди, которые знают, что это, типа, вот, я бьюсь, мне не хватает борьбы, я целенаправленный борьбу. Кто-то чем-то занимался, так, ну, было бы неплохо еще раз, чем этот арсенат. Были ли те, кто вот переходили из других стилей и прям задерживались, оставались? Да, у нас очень много ребят, и до сих пор есть ребята, которые совмещают, вот ты назвал Кудо, у нас есть, собственно, один синий пояс, ныне это Павел, он возрастной, он является тренером по Кудо, секция, ребятишек, детишек, он тренирует, вот, достаточно большая секция у него, и вот он для того, чтобы им показать, ну, как бы преподавать хорошую борьбу, понимая, что у нас хорошая борьба, он тренируется у нас до сих пор. Вот, так что кто-то совмещает, приходят и мамашники, соответственно, как и везде, наверное, приходят бывшие дзюдоисты, которым хочется продолжать бороться, но, может, таких каких-то больших спортивных амбиций нет, но нравится борьба и все такое. Приходит кто-то с травмами, так как в джу травмоопасности она ниже, чем в том же дзюдо или самбо, остаются тренируются. То есть тренироваться хочется, но уже дзюдо уже не может, да? Нет, ну, есть те, кто и ходит, и на дзюдо, и к нам подтягивать партер, вот, то есть абсолютно разный контингент в этом плане, у каждого свои задачи, вот, все группы, по сути, людей, вот, которых ты перечислил, они все есть, все ходят. Так, хорошо. Как проходили первые тренировки с внедрением борьбы в партере? Ги, ноу-ги, там, в чем Бог послал? Ну, первое, как, наверное, везде, это ноу-ги, потому что намного проще организовать тренировочный процесс. По сути, нужны были только маты, и все. А впоследствии мы, я всегда любил ги, я начинал с ги. В ноу-ги я не тренировался практически, это такие эпизодические тренировки у нас были в стреле. Вот. То есть основной упор был на ги, но у меня никогда не было проблем бороться в ноу-ги. То есть мне кажется, что ги, это такой извечный вопрос. Ги вполне дает тебе понимание борьбы в ноу-ги, и проблем переключиться нет. Вот. Поэтому вначале мы, отвечая на этот вопрос, вначале мы занимались нау-ги, и потом, впоследствии, уже, когда появилась возможность приобрести, и ребята приобрели ги, тренировались в ги. Кто были первые бюджет-тренера в регионе? Что с ними сейчас? Сохранили ли они свои позиции, или аккуратно растворились в прошлом? Из первых тренеров, первыми тренерами был я, и есть у нас один тренер, это, я точно не хочу ошибиться, по-моему, мастер спорта СССР по дзюдо, Радамирочка Лимонин. Он в Абу-Даби ездил? Он в Абу-Даби ездил, да. Я говорил, у нас на горах в гостях. А, да? Он возрастной мужчина. Да, 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 возрастной мужчина. Он, по-моему, даже в Пурпурах, но он периодически часто ездит в Абу-Даби, он, опять же, не обмануться, по-моему, в Пурпурах он занял, выиграл чемпионат мира по ветерану, да, по-моему, в Пурпурах. Вот, их секция тоже жива, наша жива, вот, собственно, мы, наверное, первые два родоначальника, вот. Ну, если не считать секции ММА, которые в том числе занимаются, профильные занимаются науги, то у нас БЖшных клубов три. Наш клуб, Олимп Айрадамировича и Саша в Людусе Казани. По залам, количество залов, у нас два зала, у Олимпа у них, по-моему, раз-два, две площадки, и у Людуса несколько площадок, ну, по сути, три команды, вот. Какой вид доминирует, сложно сказать, просто, ну, самая большая команда, пожалуй, наша, вот, поэтому, а мы активно пропагандируем бразильскую джиу-джитсу в чистом виде, вот, поэтому, наверное, БЖЖ, но если учесть, что турниров по БЖЖ в регионе не так много, вот, в прошлом году наши ребята делали турнир, планирую делать его в этом году тоже, но вот в связи с эпидемией пока все это затянулось, вот, то в основном, если этих турниров не считать, в основном проводились у нас по грэплингу турниры два раза в год и по джиу-джитсу Неваза, это секция, которую как раз Ариадамирыч Лемолин возглавляет, не секция, а федерация, казанское отделение, казанское представительство возглавляет Ариадамирыч, даже не казанское, а татарское, татарстанское. Так вот, то есть федерация джиу-джитсу Неваза проводит стабильно два турнира в год, один из них мастерский, после Нового года обычно проходит, приезжайте, кстати, все, вот, а второй, он как отбор на чемпионат России, такой локальный уже, это чемпионат республики, вот, иногда получается еще сделать третий в мае, вот, но все зависит там уже от финансирования, а по грэплингу тоже проводились турниры раньше, но сейчас глава федерации сменился, и пока их проводят неактивно, по-моему, в прошлом году тоже был турнир, вот, но в этом году и не планировали вроде, ничего не делали. ACB у вас был в прошлом году, да? Да, забыл про ACB, кстати, да, ACB были в прошлом году у нас, была надежда, что они проведут еще один турнир летом этим, но не срослось. У многих этих лет, да-да-да. Так, с этим, окей, следующий вопрос. Много ли талантливых перспективов цветных поясов в регионе, там, молодых перспективных ребят? Потому что сейчас, вот я был в Бразилии, очень много в Москве, вот это новое поколение, так скажем, подрастающее, дети, фенеори, и очень интересный борьбой уровень показывают, как у вас с этим. У нас тоже есть детские секции, и у нас, и у других клубов. В принципе, детишки очень неплохо растут, мы регулярно вручаем пояса в их градациях. Не скажу, что у нас очень большая конкуренция среди поясов. Тяжело, честно говоря, оценивать даже, потому что турниров детских именно проводится очень мало. Я думаю, что в Бразилии, в Москве уровень все-таки повыше. Вот, но через какое-то время, я думаю, мы тоже подтянемся. В плане цветных поясов уже старших, мы как-то считали, недавно даже в группе проводили опрос, только в нашей команде, за других не буду говорить, только в нашей команде мы считали 42 пояса у нас было вручено, именно Казанского отделения. Потому что есть еще тимстрела Альметьевск, у них тоже аттестации проходят с нами, у нас. Вот, но мы их туда не включали, то есть 42 цветных пояса. Из них, по-моему, 6 курпуров, коричневого у меня, и остальные синие. Вот, ну, конечно, надо быть объективным и сказать, что не больше, а часть ребят, особенно в синих поясах, не ходят. Курпуры, по-моему, ходят все. Да, вот примерно такая картина. Но цветных поясов немного. У нас сильно больше, чем в любой другой команде. А именно по талантливым ребятам, знаешь, бывает какой-нибудь один-два человек из зала, которые ходят кое-как, ездят на соревнованиях, всех выигрывают на спортивных. Есть у вас такие ребята? У нас есть талантливые ребята, очень хорошие ребята, которые периодически ездят на соревнованиях. В том числе выступали здесь, на ACB, занимали места призовые. Есть, не хочу кого-то выделять, чтобы не обидеть других. Вот, но хороших ребят хватает. Слава Богу. Хороший ответ. Последний вопрос в этой категории. Есть ли какие-то стилистические и ментальные особенности в регионе? Стилистические не сказал бы. Ну, нет, ну, регион, в целом регион сложно оценивать. Я бы про наш клуб скажу. Наш клуб формировался, по сути, на вот базе, которую я получил в Московской стреле. Вот, собственно, вот примерно та же игра, тот же стиль борьбы. Ну, и с поправками на мое индивидуальное видение я транслирую здесь. То есть, вот, в других клубах у них там своя история. Вот, за них, братцы, говорить я не буду. Вот, но в целом, если учесть, что самая большая команда – это все-таки мы, то, наверное, вот по нам можно и судить о регионе. Ну, то есть, правильно, я услышал, что не было какого-то индивидуализированного развития. То есть, ты взял там, привез, добавил, как это часто бывает, свое какое-то видение. И вот, за что купил, а то продаешься, словно здесь. То есть, я приду к гостю к вам, будет стиль борьбы определенных кидоров на шаблок в Москве. Вот то же самое. Плюс вместе. Ну, нет, я бы не сказал, наверное, неправильно будет так сказать. Возвращаясь к талантливым ребятам, у нас есть ребята, которые изобретают свой стиль, сделают что-то кардинально другое или что-то, что подходит больше им. Собственно, в этом и прелесть джи-джитсу, да, каждый может под себя что-то найти свое. Я, спектр техник у нас не ограничен. То есть, я обычно, у меня нет такого, что я люблю там беримболы, и мы делаем все, все время беримболы. У нас, в принципе, мы покрываем все. И каждый вправе выбирать именно то, что подходит ему. Вот поэтому даже внутри команды наш, стиль борьбы может быть разным у разных ребят. Но, в целом, по каким-то отдельным вещам можно судить, что, ну, там, не знаю, например, любят проходить, не как делаться там проход, или торелок, да, там, еще что-то. Например, крестьянцы Стар в Москве, там, любят дип-хав. Вот. У нас вот какого-то такого прям, какой-то определенной техники одной нет, но некоторые вещи можно прослеживать. То есть, можно некоторые вещи выделить. Как так? Может быть, я не задавал вопрос этот? Когда все началось? То есть, когда ты привез это все? Может быть, ты говорил об этом, но я не помню. Сейчас я загляну, кстати, я забыл. Откуда начинается казанское джиу-джитсу? Вот, какое-то ключевое событие, может быть. Ну, началось это, это началось в тринадцатом году, по-моему, это конец лета был, может, август, месяц. Вот. И событие это было просто, я приехал и нашел ребят, которые что-то делали. То есть, ты приехал и все началось? Ну, нет, я приехал, я начал искать, где бы мне потренироваться, потому что я уже к тому времени занимался, уже на иглу БЖЖ потел, мне хотелось тренироваться, а было негде. И вот, и я начал искать ребят, кому можно было присоединиться. Так как я приезжал наездами, нельзя было просто взять и сделать секцию, создать. Вот. И я нашел ребят, которые уже что-то делали, уже как-то там шевелились, сходим бедно по видеозаписам в Ютьюбе, что-то делали. Вот. Собственно, это был 2013 год, и это можно считать началом БЖЖ у нас. Перекусим? Да. С этим. Всем большой привет, приезжайте к нам в Казань, будем рады видеть. Подписывайтесь на группу нашу, пишите. Всем привет. Магнитогорск офигенно спортивный городок. Я уже встретил доззи джиу-джитсу, потом встретил зал по кудо, и сейчас вот встретил Магнитогорскую федерацию дзи-до. Гулял просто по району, и уже три или четыре зала я повидал. Завтра у меня будет первая, кажется, тренировка с ребятами. Вот, а в субботу полноценный семинар. Равель, каково быть самым крутым бажиристом в Магнитогорске? Ну, это очень здорово, конечно. Мы развиваемся, да, поэтому мы такие крутые.